Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим мой новый 3D принтер Anycubic Photon Mono M5S Pro. Очень длинное название, и это мой первый принтер, который печатает из смолы. Все предыдущие принтеры у меня были FDM принтеры, то есть они печатались из твердого материала, из твердого пластика, который нагревался и выдавливался из сопла. Здесь же технология печати совершенно другая. Смола у нас не нагревается, она затвердевает под воздействием ультрафиолета. Смола наливает специальную емкость с прозрачным дном, под этой емкостью находится дисплей, который светит в определенной точке в смоле. Эти точки затвердевают под действием ультрафиолета, и таким образом у нас печатает целиком сразу весь слой. Потом у нас модель чуть приподнимается, печатает следующий слой, еще приподнимается, печатает следующий слой. И при работе со смолой нам понадобится еще одно устройство, которое практически в два раза больше самого принтера. Это Washing Your Max от Anycubic, специальная станция, которая промывает модель после печати от остатков смолы и потом светит ультрафиолетным для того, чтобы внешние слои застыли. Давайте вместе с вами изучать технологию печати с малой и попробуем что-нибудь напечатать. Тут смайлик! Это приятно! Нас сразу приветствует смайлик. Вот так это выглядит. Так, нужно как-то извлечь принтер так, чтобы ничего не уронить. Так, здесь у нас защитная пленка. Я уже знаю, для чего она нужна. Дело в том, что у нас на модель будет светить специальный дисплей ультрафиолетом, но, вероятно, эта пленка нужна для того, чтобы защитить. Я, в принципе, понимаю, как работает такой принтер, но сам с ним никогда не сталкивался. Поэтому, если буду называть какие-то детали неправильно, можете проявлять меня в комментариях, я обязательно прочитаю. Так, ну это, очевидно, защитный экран, потому что по-другому вряд ли он так называется. Так, у нас здесь еще что-то содержится. Это, скорее всего, печатная поверхность. Здесь у нас модели будет печататься верх ногами, таким образом. Сразу вынимаем. Дальше, блок питания. Коробка здесь, наверное, аксессуары различные. Да, здесь аксессуары. Блок питания. А для чего нам два их, я не знаю, честно говоря. Сейчас будем разбираться. Кабель питания. Вероятно, у этого принтера будет два блока питания. То есть у нас будет два различных узла, которые нужно включать по раздельности. Anycubic AirMate. Вероятно, это нужно для очистки воздуха, потому что мы будем работать с смолой, а у смолы есть испарение. И, скорее всего, это устройство фильтрует воздух. А, скорее всего, для этого используется отдельный блок питания. Здесь, на самом деле, есть аккумулятор. Давайте сразу снимем пленку с него. Это же аккумулятор. А, это какой аккумулятор? Это фильтр. Еще думаю, а зачем аккумулятор, если есть блок питания? Может быть, он заряжается, а потом работает аккумулятором? Нет, это фильтр наверняка сменный. Сейчас инструкция окажет, что его нельзя было вынимать, но его наверняка можно вынимать. И он похож на угольный фильтр. Вот так он выглядит. Сразу устанавливаем. Это похоже на основу для ванночки, куда будет заливаться смола. А под этой ванночкой будет находиться как раз-таки наш дисплей, который будет светить на определенные фрагменты ультрафиолетом. И эти фрагменты смолы будут затвердевать эти точки в смоле. Так, ну и, собственно, сам принтер. По идее, данный принтер идет уже сразу собранный, потому что все, что вам необходимо сделать, это установить платформу для печати, установить ванночку, наклеить пленку защитную. Ну а сам принтер уже, по сути дела, собран. То есть, все, что вам необходимо поставить, те детали, которые вы, в принципе, будете постоянно снимать при печати. Давайте посмотрим, что находится в коробочке. Во-первых, провод питания. Вот блок питания. Пластиковый шпатель, но при этом есть еще и металлический шпатель. Это что такое? Это ножки, скорее всего. А, нет, не ножки, а что это такое? Я, честно говоря, не знаю, зачем это нужно. Возможно, для того, чтобы крепить вот эту платформу, все понятно. Перчатки одноразовые. Набор для того, чтобы наносить защитную пленку. Вот здесь, давайте сразу раскроем. Тряпочка для протирки. Ну, набор, как для пленки на телефоне. Два шестигранника. Флешка. Маска. Медицинская маска. И что это? И фильтры. Я такие фильтры видел для того, чтобы краску фильтровать. А для чего здесь нужно, я, честно говоря, пока не знаю. Возможно, остатки смолы нужно будет фильтровать для того, чтобы повторно использовать. Не знаю, честно говоря, для чего это нужно. Это будем сейчас еще разбираться с вами. Металлический шпатель. При этом у нас есть еще и пластиковый шпатель. Вот такой. Еще один огромный шестигранник. Талон контроля качества. Отдельная инструкция к фильтру воздуха. Так, на китайском. А, и на английском. Здесь надпись и на китайском, и на английском. Как подключать этот фильтр, в принципе, к принтеру. Да, скорее всего. И что нужно будет выставлять в настройках в самом принтере для того, чтобы принтер, вероятно, понимал о том, что у него есть этот фильтр. А теперь у нас уже инструкция к самому принтеру. Сейчас я ее прочитаю и будем вместе с вами все это устанавливать и тестировать. Первое, что сделать, это нанести защитную пленку. Поэтому давай сейчас все убираем, но не носим защитную пленку. Снимаем транспортировочную пленку. Я потратил очень много времени на нанесение защитной пленки, но я убрал абсолютно все ворсинки, абсолютно все пузырьки, поэтому оно мне приклеено практически идеально. По периметру остались пузырьки, потому что это уже неровная поверхность, и там неизбежно они останутся. Теперь мы с вами устанавливаем печатную поверхность. Ослабляем винт, устанавливаем и затягиваем. Устанавливаем емкость для смолы и затягиваем ее. Согласно инструкции, нам необходимо зайти в настройки, exposure и вот эту запустить на 10 секунд. Я не знаю, для чего это нужно, если знаете, напишите в комментариях, но там был такой пункт. Вообще, этот пункт был до того, как мы установим ванночку. Я думаю, разницы нет никакой, поэтому запускаем ее. У нас включилась подсветка, точнее включился, в принципе, принтер. И это должно длиться 10 секунд. Все, готово. То есть у нас принтер работает, все окей. Вероятно, это тестирование принтера, потому что он действительно работает. Так, теперь мы можем вставить USB, но для начала необходимо будет, конечно, налить смолу. И также нам теперь нужно будет установить очиститель воздуха. Здесь есть специально отмеченное белое место для установки AirMate. Мы, вероятно, на двусторонний скотч его приклеиваем, и он будет здесь держаться. Окей. Приклеиваем вот в это место. Что он умеет делать? Мы можем установить температуру, и он будет нагревать воздух внутри этой камеры до необходимой температуры. Можем поставить 37 градусов, максимально 40. Таким образом, он прогревает воздух до рабочей температуры. Также можем запустить фильтрацию, и он будет очищать тот воздух, который через него проходит. И, в принципе, все. Он работает независимо от 3D принтера. Теперь, когда мы установили AirMate, нам необходимо сказать принтеру о том, что у него есть такое устройство. В защитном экране есть специальный вырез для провода AirMate. Давайте, в принципе, посмотрим меню этого принтера. Итак, у нас есть раздел «Принт». Здесь мы можем выбрать флешку, либо внутреннее хранилище. Скорее всего, когда мы будем запускать печать, у нас модель будет копироваться на внутреннее хранилище, и только потом печатать. Так на других моделях, на FDM принтерах от Anycubic устроено. Здесь мы выбираем модель. Можем выставить настройки. Здесь у нас «Delay Start». Это то, что было указано в настройках. Так у нас есть очиститель и нагреватель воздуха. Также у нас есть настройки. Здесь мы можем двигать ось Z. Можем очистку запускать. «Exposure». Это для того, чтобы засвечивалось. Скорее всего, это нужно будет для того, чтобы, если у вас осталась какая-то смола, вы можете засветить слой, оставшийся, и таким образом потом снять это цельным куском. Я не знаю, честно говоря, это все еще будем разбираться вместе с вами. Монитор. А, здесь пишется, сколько всего у нас было печати и так далее. Окей. Здесь просто информация о принтере. Также есть инфо. Язык китайский либо английский. Сервис. История печатей. Больше настроек. И клауд. Клауд мы можем подключить к телефону, управлять телефоном принтером. У меня уже есть в программе мой Anycubic Cobra 2 Pro. Он сейчас оффлайн, выключен. И давайте пробуем добавить в новый принтер. Anycubic Photon Mono M5S Pro. Этот принтер уже есть. Принтер подключен, комплит. Здесь мы можем уже напрямую управлять принтером с телефона. Это на самом деле максимально удобно, потому что мы можем запустить печать прямо с приложения. Потому что здесь уже очень много моделей добавлено. То есть я могу выбрать любую модель. Она уже сразу нарезанная. Можем посмотреть, как будет выглядеть нарезанная модель. Здесь есть вся информация. Также можем нарезать ее самостоятельно, если мы хотим это сделать. И потом запустить печать. Вот мои принтеры. Два принтера пока у меня только. Ну а перед тем, как перейдем к тестированию принтера, нам необходимо распечатать станцию для промывки и затвердевания моделей. Потому что после печати нам необходимо будет выполнить определенную процедуру с этой моделью. В принципе, можно обойтись и без этой станции. Но с ней будет гораздо удобнее. По идее, эта машина отличается от всех предыдущих. У нас здесь модель не погружается в спирт, а омывается спиртом. Она опрыскивается спиртом. Потом этот спирт очищается. Вы можете использовать повторно. Здесь у нас находится блок питания, кабель питания, шестигранники, шпатель и какой-то сетчатый фильтр. Инструкция. Огромные емкости. По идее, они пятилитровые. Да, пятилитровая емкость первая и пятилитровая емкость вторая. Одна емкость нужна для спирта, вторая для воды. Складное ведро. Шланги. И корзинка, в которой все это будет мыться. Сама машина уже мокрая. То есть ее, вероятно, на производстве тестируют. По-моему, стиральные машинки тоже бывает мокрые приходят, потому что их тестируют на производствах. В крышке, кстати, находится электромагнит. Когда у нас не работает машина, мы спокойно и открываем. Но когда мы запускаем процесс промывки, у нас крышка фиксируется, мы не можем ее открыть. Для того, чтобы на вас не упал спирт, для того, чтобы ультрафиолет на вас лишний раз не светил. Поэтому все это фиксируется. Итак, у нас есть режим washing cure. Если мы его запустим, у нас 15.30. Можем нажать старт, и у нас запустится затвердевание. Здесь мы никак не можем регулировать время. Но в режиме затвердевания мы можем выставлять время. То есть сколько времени будет светить ультрафиолет на нашу модель. Минимально 1 минута. Максимально. Я не знаю, сколько максимально. Наверное, час можно поставить, скорее всего. Но при этом у нас нет режима просто промывки. У нас есть только режим промывки и затвердевания. То есть мы просто так помыть модель не можем. Она обязательно будет потом затвердевать. Кнопка старт и отмена. У нас есть корзинка, в которую мы будем помещать модели. Давайте сразу и поместим внутрь. Чтобы не потерять. На этой корзинке модели будут вращаться, как в микроволновке. Также необычное. Здесь у нас есть ведро в наборе. Оно нужно для того, чтобы сюда мы сливали отработанную воду. Модель изначально будет обливаться спиртом. У нас есть специальный контейнер для спирта. Вот этот. После этого модель будет обливаться водой. После этого модель будет затвердевать. И потом снова обливаться водой. И вот вода, она уже не очищается. Она будет сливаться вот в это ведро. После того, как она сольется, мы ее просто выливаем. У нас все шланги подписаны. Это шланг номер 4. Он, скорее всего, красоте для отработанной воды. Шланг номер 1, 2 и 3. Эти шланги будут вставляться вот в эти отверстия. Здесь у нас все подписано. 1, 2, 3, 4. И также у нас есть цифры вот на этих контейнерах. На этих емкостях. 1, 3, 2. А 4, соответственно, вот сюда в ведрок я предполагал. Давайте попробуем что-нибудь напечатать. На флешке уже есть тестовые модели. Теперь необходимо налить смолу. Я буду использовать смолу от Anycubic. Это серая смола для высокоскоростной печати. У нас есть отметка Max, до которой максимально можно наливать смолу. Единственное, что я не знаю, сколько смолы нужно наливать. Но пока запаха смолы я не чувствую. Я только распаковал. Пока какого-то едкого запаха нет. А, маску. Необходимо надеть маску. Я думаю, столько хватит. То есть это где-то половина нашей емкости. Нам необходимо выбрать для того, чтобы у нас прогрелся. В инструкции говорилось, что долго будет прогреваться. У нас 5 минут, потому что у меня в принципе в комнате очень тепло. Сейчас 29 градусов у меня в комнате. Поэтому давайте просто принт. Адгезия просто бешеная на самом деле. Непривычно после FDM принтера. Есть. Я сейчас снял перчатки, но при этом я модели руками не касаюсь. То есть я касаюсь руками только корзиной. Все, корзина установлена. Вашинг-юр. Запускаем. Крышка у нас непрозрачная. Соответственно, я ничего не вижу. И вам ничего показать не могу. Вода и остатки спирта и смолы и всего остального. Это мы выливаем. Что касается емкости со спиртом, визуально объем спирта не изменился. Как было 5 литров, так и осталось. Но в любом случае его, по идее, стало чуть меньше. Но он очищенный и залился обратно в контейнер. Теперь открываем, смотрим, что у нас получилось. Здесь все мокрое, потому что в конце у нас была вода. И теперь, по идее, это все уже можно трогать руками. Уровень детализации просто поражает. Я понимаю, что здесь совершенно другая технология печати, но тем не менее, я не ожидал, что настолько это красиво будет. Вы только посмотрите на узор позади надписи AnyCubic. Это орнамент. Он настолько хорошо пропечатан. Причем это печаталось всего 50 минут. Это очень круто. Это, кстати, не самый быстрый режим. Можно было эту же модель напечатать за 30 минут. Я решил 50, стандартный режим пробовать. Теперь мне интересно, насколько легко здесь снимаются поддержки. Во-первых, я сразу уже вижу, что пластик не эластичный, в отличие от FDM печати. Ну, точнее, он эластичный, но не настолько, как в FDM печати, потому что он крошится. Я смотрел несколько вариантов того, когда снимать поддержки. В некоторых вариантах предлагалось снимать поддержки до того, как вы отпустите эту модель в машину для затвердевания и промывки. В некоторых вариантах предлагалось это делать после того, как модель затвердеет. Мне проще было сначала ее положить в машину для затвердевания, чтобы потом я уже работал с чистой моделью. Чтобы мне не нужно было надевать перчатки для работы и так далее. Но сейчас у меня Летят во все стороны куски А, может быть вот так нужно просто делать Нет, крошится Ну ладно, сейчас снимем, посмотрим, что у нас получилось Итак, вот модель уже без поддержек Мне, к сожалению, не получилось снять их аккуратно Остались очень красивые следы И я уверен, что этот вопрос можно решить Но в целом Качество печати просто невероятное Только посмотрите, какие окошки Это сквозные окошки Мне очень нравится качество печати Единственная проблема это поддержки Все остальное меня полностью устраивает Скорость печати, детализация Давайте попробуем напечатать какую-нибудь модель Которая сейчас уже заранее загружена в телефоне Возможно, там будет более аккуратной поддержки Модель загружается, не выключайте принтер Мы запустили печать прямо с телефона Первый слой так у меня долго засвечивается Потому что он должен хорошо схватиться Хорошо приклеиться к платформе Печать данного Викинга я запустил с телефона Эта модель была сразу нарезана под мой принтер И печаталась такая маленькая модель 3 часа Все дело в том, что в настройках слайсера Не было указано, что у меня есть смола для высокоскоростной печати Этот принтер может печатать быстро Но только если вы используете высокоскоростную смолу В этот раз поддержки я снимал до задвердевания Снялись они очень легко Но оставили вот такие белые следы Эти белые следы никак не выпирают Их просто видно И учитывая то, что модели на этом принтере чаще всего впоследствии красят Эти белые следы никак не повлияют Здесь даже можно немного рассмотреть черты лица Несмотря на то, что голова размером со спичечную головку На топоре есть узор Следующая модель я тоже печатал с телефона Детализация тоже очень высокая Поддержки в этот раз были сзади И я их снял практически без следов Есть, конечно, небольшие деформации на черепе Но выглядит так, будто оно так и должно быть Здесь зуба не хватает Зуба изначально не должно было хватать в модели И как будто здесь какие-то деформации есть В принципе, мне нравится, как получилось А, кстати, поддержка одна осталась внутри Но не страшно, ее можно будет убрать И по идее, этот череп можно будет использовать Потом с какой-нибудь фигуркой Насадить в качестве головы Все последующие модели я уже подготавливал Не на телефоне, а на компьютере Вот такие персонажи для настольной игры Просто, чтобы вы понимали масштаб этих фигурок Вот телефон, вот фигурка Она очень маленькая При этом детализация просто невероятная Далее я решил напечатать уже что-нибудь побольше Это Геральт из Рии Данная модель составная И, кстати, эту модель я печатал вместе вот с этими деталями То есть все это было напечатано за один раз За полтора часа Убираем эти детали И будем склеивать с Геральта Просто представьте, вот это печаталось полтора часа На обычном FDM принтере такой будет печататься Часов пять Может быть восемь Здесь тоже довольно высокая детализация Есть небольшие следы поддержек И в этот раз я уже использовал один интересный лайфхак Поддержки можно снимать в горячей воде Точнее, в теплой воде Вы помещаете модель в теплую воду И там легче снимать поддержки Это вроде бы действительно работает Кстати, вот здесь я оставил поддержку в руке Нужно устранить Это же поддержка? Да, это поддержка Нет, это была не поддержка Это была не поддержка Это было навершие мяча Но окей, у нас будет маленькая навершие мяча Якобы спрятанная в руке Я буду использовать обычный суперклей Да, по идее Геральт должен был держаться за меч И все бы это смотрелось очень красиво Ну ладно Будет у нас вот так-то выглядеть Якобы у него навершие мяча спрятано в руке Вот так, кстати, выглядит голова Геральт будет опираться на череп Вероятно, это череп оленя И за спиной у него должен быть второй меч Готово Фигурка полностью склеена И все это было напечатано за полтора часа Это очень высокая скорость На некоторых деталях есть небольшой белый налет Он появился после застывания В любом случае, я планирую фигурку покрасть И, в принципе, этого не будет видно Но, тем не менее, такой эффект есть Мне фигурка нравится Хоть она совершенно недобрая Но все-таки книга, игра и сериал тоже недобрые Поэтому, в принципе, все соответствует стилистике Следующая фигурка тоже из игры Можете угадать в комментариях, что это за игра Я подскажу Вот такой вот шлем Похоже на Halo, но на самом деле это Doom Я недавно играл в Doom Мне игра понравилась Здесь тоже есть такой белый налет В этой части, конечно, были еще и поддержки За счет них тоже есть неровности Но и белый налет Который, по идее, после краски не будет видно Но, тем не менее, он есть Так, давайте собирать Будем склеивать И Doom Guy готов Здесь тоже есть небольшие дефекты Во-первых, белый налет в груди Вот здесь Во-вторых, есть следы поддержек Их тоже можно устранить В принципе, если аккуратно все снимать Но, тем не менее, эти следы есть Пишите в комментариях, какая игра вам нравится больше Ведьмак, либо Doom Мне было интересно печатать Эйфелеву башню по двум причинам Во-первых, она красиво выезжает из смолы Во-вторых, ее можно печатать без поддержек Что касается уровня детализации Вот кончик шариковой ручки И вот перекладина забора, которая напечаталась Давайте подойдем итоги Для начала просто сравним печать с малой И печать твердым материалом Мы не сравним конкретные принтеры Мы просто сравним две технологии Что касается печати с малой У нее большое количество плюсов Это невероятная детализация Высокая скорость печати Потому что мы печатаем каждый слой целиком Мы не пробегаем соплом, как в FDM принтере Для того, чтобы напечатать каждую точку Мы сразу целиком слой печатаем Мы поднимаемся выше и так далее Опять же, стоит учитывать Что это довольно быстрый принтер Это очень современная модель и так далее Но тем не менее Скорость печати выше Принтер намного более тихий Потому что у нас, по сути дела Поднимается только по одной оси И немного гудит охлаждение По сути дела, это все, что у нас гудит В FDM принтере намного громче Сюда стоило бы поставить FDM принтер на самом деле Это мой принтер Anycubic Cobra 2 Pro Но опять же, не рассматриваем конкретную модель Смотрим просто на технологию Такой принтер будет в любом случае громче Потому что у вас много подвижных элементов У вас платформа двигается в одну в другую сторону У вас поднимается печатная головка Она перемещается по поверхности Также здесь большое количество кулеров охлаждения И, в принципе, эта технология громче Этот принтер печатает дольше Потому что у вас каждый слой печатается Прохождением головки печатной по поверхности Здесь слой печатается целиком Здесь детализация ниже Здесь детализация выше Здесь детализация зависит, в принципе, от толщины сопла Здесь детализация зависит от размера пикселя В данном случае у принтера разрешение 14К Это очень высокое разрешение Теперь поговорим о минусах печати и смолы Конечно же это более грязный процесс Потому что здесь вы поставили твердый пластик У вас получился в итоге твердый объект И все Максимум, что вы можете почистить Какие-то остатки пластика Которые появились во время чистки Либо брать поддержки Ну и по сути дела все Вы все это делаете голыми руками Вам не нужны ни перчатки, ни респираторы Вам не нужно переливать спирт Вам не нужно переливать смолу и так далее Если вы хотите поменять филамент Вы просто снимаете один, ставите другой цвет Либо просто ставите другую катушку такого же цвета И все, на этом все заканчивается Здесь же если вы хотите заменить смолу Например залить другой цвет Либо смолу с другими свойствами, с другим составом И у вас только одна ванночка Вам необходимо будет из этой ванночки вылить смолу Помыть ванночку, залить новую смолу Следующий пункт это постпечатная обработка Здесь максимум, что вам необходимо сделать Это устранить поддержки Здесь вам необходимо будет устранить поддержки После этого промыть модель, после этого посвятить ультрафиолетом и только когда модель будет готова. Но благодаря тому, что у нас есть специальная станция, этот процесс упрощается. Вы устраните поддержки, ставите всю эту специальную станцию и за вас все это делается единственное, что вам необходимо будет каждый раз заливать воду новую, старую воду сливать и так далее. Мне кажется, мы максимально сравнили две технологии. Теперь убираем этот принтер и говорим конкретно о модели Anycubic Photon Mono M5S Pro. У меня так получилось, что мой первый принтер, печатающий смолой, это сразу топовая модель. Потому что этот принтер имеет автоуровень, у него разрешение 14К, также у него есть автоматическое определение смолы. У меня был один случай, когда я печатал модель Ведьмака и платформа погрузилась, поднялась и сказала, что у вас недостаточно смолы, налейте еще. Потому что не все принтеры это умеют делать и в какой-то момент у вас может закончиться смола и просто-напросто модель не допечатается. Здесь заранее перед печатью принтер говорит об этом. Также здесь есть фильтр воздуха и также это устройство подогревает. Также у этого принтера очень высокая скорость печати, но только в том случае, если вы используете смолу для высокоскоростной печати. Если в настройках слайсера вы не указываете такую смолу, то модель будет печататься часа три. Если вы указываете такую смолу, модель будет печататься около часа. Данный принтер подключается к Wi-Fi, печать можно запустить прямо с телефона. Можно выбрать любую модель из тех, которые представлены в каталоге. Там огромное количество, они сами подгружаются с различных сервисов. По-моему, были модели из My Mini Factory, точно были модели. Таким образом, вы можете выбрать любую модель, нарезать ее прямо в слайсере, в встроенном слайсере, онлайн слайсере, правильно так сказать, и после этого запустить печать. Но мне все равно удобнее это делать с ноутбука. Я нарезаю как мне нужно, выставляю все параметры, потом вставляю флешку и печатаю. Но тем не менее, на телефоне показываются процессы печати, на телефоне показываются ошибки, если возникают. Что касается машин для промывки и затвердевания модели, я уже не буду ее поднимать, она очень большая, займет здесь пол стола. На мой взгляд, это хороший вариант для серийного производства. Либо для тех, кто печатает очень большие модели регулярно. В моем случае это не так, для меня она просто-напросто очень большая. У Anycube существует подобное устройство, не настолько автоматизированное, там меньше процессов, но они размеры привязательно, как вот этот принтер. На мой взгляд, мне бы такое устройство больше подошло. Плюс Washington Cure Max заключается в том, что он выполняет все процессы за вас. То есть вы просто заливаете новую воду каждый раз, старую сливаете после мойки, и у вас сначала моется спиртом, потом моется водой, потом модель затвердевает, и потом снова смывается водой. И, соответственно, вы вынимаете уже готовую модель. В описании оставлю ссылку на Anycube, Photon, Mono M5S Pro и Washington Cure Max. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой лайк-канал. Ссылка у него тоже будет в описании, как и ссылки на все остальные социальные сети. И на этом все, спасибо за просмотр, всем пока!